Тина Аркадьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Мы встречаемся с вами в рамках бизнес-форума первого женского белорусско-узбекского бизнес-форума. Когда мы говорим первое, ожидание, что это только начало. Но на самом деле у нас уже по 100 предприятий, совместных с инвестициями белорусскими в Узбекистане, узбекскими в Беларуси. То есть начало уже положено давно, уже основа есть. По каким направлениям мы дальше будем развиваться, что сегодня перспективно? Вы совершенно верно заметили, что начало у нас положено. Кроме того, что мы уже сотрудничаем в экономической сфере, у нас и 30 лет в этом году исполнено с дипломатическим отношением. То есть, конечно, сотрудничество с Узбекистаном есть. И об этом говорит товароборот. У нас за прошлый год товароборот с этой страной около 500 миллионов долларов. В этом году, за первое полугодие, товароборот вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, как вы говорите правильно, совместные предприятия созданы. Это тоже о многом говорит. Идея вот этого бизнес-форума женского, она родилась в Самарканде, когда встречались два спикера наших верхних палат парламента. И вот тогда родилась идея провести именно женский бизнес-форум. Вы знаете, у нас в стране прошел белорусский бизнес-форум, да, женщин. Это, можно сказать, была такая генеральная репетиция. И тогда мы, в общем-то, поставили цель и предложили нашим узбекским коллегам провести такой же аналогичный женский бизнес-форум. Конечно, форум – это очень важен, потому что мы показываем все достижения нашей страны. Одно дело услышать, где-то прочитать, а другое дело приехать и увидеть воочию своими глазами. Конечно, сотрудничество наше будет продолжаться в сфере легкой промышленности, в обязательном порядке, в сфере тяжелой промышленности. Это машиностроение. Вот на секции в БелАЗе вчера уже договорились о заключении контракта на поставку подшипников. Женщины могут все. Женщины могут все, да. В этой отрасли. Даже в тяжелой промышленности, да, что удивительно. Вот, хотя чему удивляться? В наше время, мне кажется, женщине все под силу, да. Если в космос уже мы летаем, то что говорить о промышленности. Вот, это очень важно в сфере вот этой тяжелой промышленности. Для БелАЗа нужны такие же подшипники. Сегодня будет продолжаться беседа МАЗа нашего предприятия тоже с представителями подшипникового завода из Узбекистана. Это что касается этой тяжелой промышленности. Если говорить о легкой промышленности, то там вообще нет предела совершенству. Очень понравился наш белорусский лен. Возможно, будет заключен дополнительный контракт на поставку льна. Конечно, узбекские женщины относятся немножко с осторожностью. Я не думаю, что сразу будут большие контракты. Но, знаете, как говорят, вода камень точит. Поэтому потихоньку-потихоньку и будет налаживаться наше отношение. Конечно, будет развиваться и продукты питания. Сейчас в экспорте услуг продукты питания у нас занимают 22%. Но это не так уж и много. Правильно, мы можем и дальше совершенствоваться. Будет продолжаться сотрудничество в агропромышленной сфере. Заинтересовало узбекских коллег выращивание нашими предприятиями голубики. Что казалось бы, да, у них вроде бы все есть из фруктов и овощей. Но, тем не менее, голубики нет. Вот. Ну, я думаю, что и в других направлениях нам есть что рассказать. Фармацевтической промышленности. Ведь сейчас вот в рамках данного форума мы шесть секций проводим. Но, вот уже первый день проведя, мы можем сказать, что у нас есть много сфер, о которых мы можем говорить, предлагать сотрудничество и, в общем-то, углублять нашу кооперацию. За счет чего был увеличен товарооборот? Он за последние три года увеличился. В этом году уже на 40%. Что повлияло, может быть, санкции, либо какие-то другие причины. И что конкретно стали мы больше у себя принимать и продавать на рынок Узбекистана. Мы больше привыкли, наверное, говорить о текстиле, о сухофруктах. Но, может быть, что-то другое. За счет чего увеличился товарооборот? Экспорт увеличился за счет экспорта. Экспорт – это значит, мы туда экспортируем продуктов питания очень много. И, кстати, наши узбекские коллеги делились впечатлениями, что очень пользуются спросом в Узбекистане молочная продукция наша. У нас там и создано совместное предприятие с Лунинецким молочным заводом. Сыры наши пользуются спросом. Конечно же, развитие товарных отношений, опять же, повторюсь, будет и в поставке тракторов. Вот даже на этой секции, на пленарном заседании сегодня будет подписан контракт на поставку тракторов. Если говорить о том, что мы из Узбекистана импортируем, да, здесь тоже есть рост небольшой. Это, конечно, прежде всего орехи, сухофрукты. Вот такая продукция. Ну и текстиль. Вы знаете, текстиль тоже заходит на наш рынок, и он пользуется спросом. Текстиль узбекский. Как бы там ни было, здесь мы, может быть, конкуренты. Но, с другой стороны, можем же и сотрудничать, и создавать предприятия совместные. Брать, например, у них сырье и отшивать наши изделия. Об этом тоже вчера шел разговор вот на секции. Но мы видели, с каким интересом посещали наш комволи, смотрели на производство, на качество наших тканей представительницы Узбекистана. Да, после посещения комволи у нас было сразу же два дополнительных соглашения заключено о намерениях по сотрудничеству в области текстильной промышленности, вот поставка тканей. И плюс, одна женщина-предприниматель заключила, ну, я думаю, она заключит контракт, пока только соглашение о намерениях, приобрести ткани на пошив школьной формы. Она с интересом посмотрела ткань и сказала, что узбекские школьники должны ходить в такой ткани. Что тоже очень немаловажно. Сегодня я обратила внимание, что представительница Узбекистана, некоторые ходят с символом нашего Белорусского союза женщин, голубым цветком, васильком. Насколько повлияла, скажем, поспособствовала сегодняшнему форуму такая общественная инициатива, предложение именно союза женщин в том числе объединиться представительницам Белоруссии, представительницам Узбекистана вместе для дальнейшей работы совместной. Вы знаете, оценить, насколько пока сложно, но я думаю, что в любом случае сотрудничество, оно никогда не мешает. Ведь, согласитесь, когда люди приезжают и смотрят друг другу глаза в глаза, это другое немножко общение. В том числе и женщины. У них тоже есть такая же организация в Узбекистане. Называется по-другому не союз женщин, а комитет женщин. Поэтому у них тоже проводится работа, и в чем-то здесь мы похожи с ними. Поэтому я думаю, что сотрудничеству быть между женскими организациями. Ну и знаете, женщины же всегда, если дали слово, значит они его держат. Это, наверное, даже больше, чем просто экономика и взаимодействие. Это уже больше на таком плане культурном, душевном. Да, да, да. Конечно, вы знаете, нельзя отбрасывать и экономику. Но в то же время без человеческих отношений не будет ничего. Так же, как и молодежь. Мы тоже должны думать о молодежи, правильно? У нас вот есть представители молодежного парламента Узбекистана. Они тоже пообщались с представителями молодежного парламента нашего. Это тоже, я думаю, немаловажно. Когда вот молодежь уже в таком возрасте будет начинать дружить. Спасибо вам большое за беседу.